Банк Развития Региона Ущерб вкладчикам, как это должно происходить по закону, агентство страхования намерено судиться с бывшими клиентами банка, обвиняя их в проведении сомнительных сделок по погашению кредитов. Представитель агентства по страхованию вкладов отказался давать комментарии, однако сами бизнесмены говорят, что подобные действия АСВ чреваты серьезными последствиями для экономики республики. Но если даже предположить такое, что АСВ может это выиграть, я уже сказал, республика получит армию безработных дополнительных, республика лишится части вложений в бюджет в виде налогов, республика лишится части работодателей. Давайте нас назвать не бизнесменами, мы работодатели. В горах Куртатинского ущелья было обнаружено тело 52-летнего гражданина Великобритании. Британский альпинист Джон Стайлс пропал в ноябре прошлого года. Как предполагают спасатели, он сорвался с ответственного горного склона, а уже позже его снесло лавиной. Длительные поиски тогда не увенчались успехом из-за неблагоприятных погодных условий. По просьбе консульства Великобритании поиски были возобновлены 1 июля. В поисковой операции были задействованы силы нескольких ведомств Северного Кавказа. Сотрудники МЧС России обнаружили и передали на опознание в Следственный комитет тело Стайлза. После всех необходимых процедур его отправят на родину. Мы в этом году уже два раза выходили на поиски с начала этого месяца. И вот 17-го числа, 16-го мы вышли, переночевали. 17-го отправились на поиски группой 6 человек. И обнаружили тело под склоном пика Северного. Военно-спортивный лагерь «Балцы», краеведческо-туристский лагерь «Горец» собрали на базе в Комарте очередную смену. Республиканское министерство по делам молодежи, физкультуры и спорта направило сюда детей в возрасте от 14 до 18 лет, чтобы дать им возможность получить навыки начальной военной подготовки и принести первую в своей жизни присягу на верность лагерю Осетии и России. В числе воспитанников и трудные подростки. Зачастую эти ребята проявляют больше интерес к обучению. После прохождения смены многих из них снимают с учета. Деление на трудных и благополучных детей формальное. Независимо от социального положения, все воспитанники находятся в равных условиях. Строевая и тактическая подготовка, военная топография, курс выживания в горной местности и многое другое. Всему этому в течение трех недель обучают юноармейцев. Но пройти испытания до конца удается не всем. Все в восторге, все нравятся. Мне, конечно, безумно приятно в ранге руководителя посетить этот лагерь и, как сказать, слиться с ребятами и понять, насколько это все важно и хорошо для нашей республики и для всей России в целом. Открытое первенство по джип-триалу памяти Ирбека Томаева состоялось в селе Хазнедон. Сюда для участия приехали около 40 спортсменов со всего Северокавказского федерального округа. Главный приз – новенькая семерка. Покорить экстремальную трассу удалось не каждому. Злую шутку сыграли погодные условия. За день до соревнований прошел сильный дождь. И даже палящее солнце не успело подсушить дорогу, поэтому некоторые машины застревали в куче грязи. Впрочем, участники не посчитали это поводом для огорчения. Главное – это масса позитива и высокий уровень адреналина. Добавим, следующие соревнования по джип-триалу пройдут уже 27 июля в Санебе. Северная Сити отправляет на чемпионат России по легкой атлетике четверых спортсменов. Соревнование состоится в городе Казань с 23 по 26 июля. По итогам турнира будет сформирована национальная сборная для участия в чемпионате Европы. В преддверии выезда в Казань истинские легкоатлеты провели последнюю тренировку. Соревноваться на коротких и средних беговых дистанциях с барьерами будут кандидаты в мастера спорта Борис Куроев и Вячеслав Санников. Моя главная задача в этом сезоне – выполнить норматив мастера спорта и в идеале попадать в финал, потому что каждый спортсмен ставит перед собой задачу побеждать. Поэтому для меня такая же задача – побеждать и выполнять разряды. В Северной Осетии прошел республиканский турнир по русскому бильярду среди молодежи. В нем приняли участие 12 коллективов. Команды республиканских вузов, молодежного парламента, завода электроцинк, благотворительного фонда «Быть с добру» и другие любители этой игры сразились со звания лучших. Соревнования прошли по олимпийской системе. По словам специалистов, русский бильярд – это наиболее зрелищная и сложная вариация игры. Здесь лузы шире диаметра шара лишь на несколько миллиметров, поэтому попасть в них нелегко. Победителей турнира ждут призы от партнеров – «Твинго Телеком» и «Ир Климат». Из лучших бильярдистов соберут команду, которая представит Северную Осетию на российском чемпионате.